Февраль в этом году был богат событиями. Проведение месячника оборонно-массовой военно-патриотической работы, празднование Масленицы и других памятных дат. О мероприятиях последних февральских дней в рубрике «Короткие новости». В преддверии Дня защитников Отечества Управлением по делам молодежи совместно с Центром патриотического воспитания имени Геннадия Трошева был проведен автопробег под названием «Мы помним». О сражениях и победах советского народа в годы Великой Отечественной войны участники мероприятия ещё раз вспомнили, посетив памятники в районе завода «Стеновой блок» Вечного огня в станице Анастасиевской на мемориале в честь прорыва голубой линии в хуторе Коржевском. Завершился автопробег возложением цветов в парке «Сорокалетие победы Славянска-на-Кубани». Впервые в Славянске-на-Кубани прошёл отборочный этап краевого турнира по гиревому спорту среди юношей, обучающихся в среднепрофессиональных учебных заведениях города. Помириться с силой изъявили желание 18 молодых людей. По итогам соревновательного дня уверенную победу одержали гиревики из Славянского электротехнологического техникума. Они-то и будут представлять Славянский район в зональном этапе соревнований. Очередное заседание Клуба инвалидов «Надежда», которое прошло в Доме культуры посёлка Прибрежный, было посвящено проводам зимы. Масленицу Клуб «Надежда» встретил, как и полагается, хорошим настроением и забавными соревнованиями. Главным украшением праздничного стола были румяные блины, приготовленные с любовью с самими участниками клуба. 16 февраля свой 93-й день рождения отметил бы знаменитый художник Николай Павлович Лой. Урождённый харьковчанин, он долгое время прожил в Норильске, а последние годы жизни провёл в Славянске на Кубани, оставив в дар нашему городу более 70 картин, наполненных его видением мира. В память о художнике в Славянской картинной галерее проходит выставка работ Николая Лоя. Окунуться в прекрасные пейзажи Заполярье, увидеть неповторимые акварели Лоя до конца февраля может каждый желающий.